Ну, когда он вернулся из плена, эти офицеры, которые были в плену, им ведь дали японцы возможность, вот честное слово, пойти домой, но они не воспользовались, они были приняты у царя, у государя, в диване, получили все придворные чины. Ну и, в общем, так, мы попали, папа остался в Кронштадте, он знал Иоанна Кронштадтского еще. Так это есть все, что я мог рассказать из моих мемуаров. Из пианистов лично я знал Вильхем Кемпфа, я с ним бы жил, и он имел дачу около Амайфи, и летом я буквально в него проводил. Амайфи, это знаменитие, в Амайфи был изображен компас, ну, какие-то все эти городички, маленький городок между Солерной и Няпли. Потом Рудоф Серкин, я с Рудоф Серкин, я с Рудоф Серкин раз дружил. Это уже, по-моему, воспитанию и образованию так получилось, что с такими людьми. Рига был очень музыкальный город, потому что все корифеи российские из Петербурга бежали туда. Там бочвыков не было, правда? И вот там я познакомился с очень многими музыкантами. Музыкантом был такой, Годовский. Я имена уже забыл. Рудоф Серкин. Леопольд Годовский. Леопольд Годовский, да. Ну да, не будем уже говорить о этом еврее, как его зовут, Рубинштейн, Артур Рубинштейн. Умер несколько лет тому назад. Очень хороший, конечно, шопенист был, конечно. Это удивительно в этих людях, что они такие гениальные музыканты. Потом, как? А здесь сабы гениальных. Это... Что это, что вы понимаете? Комедийный музыкант. Это был музыкантный город. Виктор Борген. А, да, я тут хотел сказать. Виктор Борген. Я видел записи. Виктор Борген. Виктор Борген. Виктор Борген. Как он играет... Он тебе берет тему Happy Birthday. Да, да. И играет, как любой компанист. А как и Виктор Борген. Виктор Борген. Я был восемь лет его соседом. В Порту Рико. Последний раз я его видел и не узнал. Как странно. Я был тогда в Манхэме. Это кажется в 1962 году. Я из Порту Рико уехал. В 1958. Да. В 1959. До кастрации во всяком случае. Уехал в Хавану. И Виктор Борген. Там был Изак Штерн. Скрипач. Виктор Борген. Изак Штерн. Александр Шнайдер. Миша Шнайдер. Два брата. Александр Шнайдер был скрипачом. Миша Шнайдер был челистом. Все гениальный музыкант. И Александр Шнайдер. Он был пьяницей. Раз напел. И он только мог играть, если он был пьяным. Так он перед каждым концертом добивался. Честное слово. Можете признать, да? Потом этот мерзалец. Казалец. Это мерзость. Коммунисты мерзость. Мерзость вообще. И вот как это не странно. Александр Шнайдер. Казалец. Я ведь один из своих учредителей. Казалец фестиваля. Это сводище. Санкт-Мартин и Филдс. Это Рудофс Серкин. Правда? Все эти фестивалы. Пацаны их немножко. Все русские евреи, значит. Единственные евреи, это кажется... Это был Вильям Кемф, конечно. Вильям Кемф. Интересно. Я лично знал одного невероятного гения. Вильям Кемф. Как это называется? Скрипача. Хайфетс. Вы слагали Хайфетс? Да. Живым еще, или нет? Нет. Живым еще, или нет? Живым еще нет. Вы показали. Слышали? Вот. Я думаю, что только Хайфетс. Этот. Как зовут этот, который... Единственное, что он знает, умеет играть, это бетовинский концерт. Давид Ойстрох. О, Ойстрох. Он хороший скрипач, но ничего особенного. Единственное, что он играет, это этот концерт. А это фактически не концерт, это большая сона. Соната. С оркестром. Его сын сейчас... Как его звали? Я с Абедов Эстрахом познакомился с Дюссельдофе. Он был очень симпатичным человеком. Образованным, конечно. Я его спросил, почему ты не уедешь? Он говорит, слушай, я уже пожилой. Я от большевиков не пострадал, он говорит. Они меня поддержали, мне помогали. И я считаю, что было неблагодарно уехать. А его сын уехал. Он тоже такой посредственный скрипач. Он сейчас, кажется, директор симфонии цинценаторской. А Хайфеттс, я думаю, что со времен Паганини не было такого скрипача. А главное... Сейчас я, конечно, не помню, я был мальчиком тогда. Я у него сидел на коленях. Хайфеттс дружил с моим папой. Там Паганиниевские чуды. И есть один чуд, который по названию смех дьявола. Знаете, какой это выглядит? Ах! Когда Хайфеттс отыграл, это был истерический смех. Понимаешь? Это не была скрипка. Вот под Хайфеттсом я тогда только мог... Я понял, что такое вообще... Должен из себя был... Представлял Паганиниев. А видишь, как его смерть подействовала? Весь город опустел. Весь город был там. Значит, Хайфеттс собирал... Я слыхал уже еще мальчиков всяческих... Крайслер. Но тогда я был слишком маленький, чтобы... Но они все как-то сколастики были. Но Хайфеттс это была живая сила какая-то. Интересно с этим Александром Шнайдером. Александр Шнайдер. Русский еврей. Монашист. Порядочный человек. Он, конечно, бежал от большевиков тоже. Как все. И он... Обосновался в Берлине. А потом Адольф пришел и всех евреев там зацапал. И он бежал, конечно. Бежал в Америку. И вот когда я... И он всегда, когда... Я часто... Я жил тогда в Америке. Часто ехал в Европу. Всегда, он говорит... Должен был к его друзьям идти и так далее. Я ему говорю, слушай... Саша, почему ты не поедешь в Германию? Он говорит, нет. Я в Германию никогда не поеду. Но только думал о Германии. Ну, это я бы рассказал фактически мою биографию, черт возьми. Это очень интересно. Есть, конечно, много вопросов, но просто вот... Глаза отбегается и мы все все в раздрот. Я бы хотел еще спросить, вот, может быть, по рассказам отца Вашего, воспитания какие-то, о Петербургской консерватории или о Дружино? Или что-то было интересное? Видишь, вот так. Мой отец был богатым человеком в бизнесе. И он был, конечно, военным. Дома у нас была военная дисциплина, черт возьми. Если бы я... Малейшая головная боль, ага, касторку. И так далее. У нас в доме бывало очень много публики, но это были все военные фактически. Ну, из латышской армии тогда все были царские военные, правда. Смешно говорить. Я служил в английской армии в эту войну. Теперь, есть предание, которое говорит, что английская армия вышибла немцев из Северной Африки и освободила всю Италию. Это, конечно, абсолютные враги. Единственное, что это были люди в английских формах. И в составе английской армии. Но это были поляки. Польская армия освободилась. А главнокомандующей польской армии был генерал Андерс. А Андерс был личным адъютантом его императорского величества Николая II в мировую войну, понимаешь? И все высшие офицеры, конечно, польские армии, все русские, царские офицеры, поляки. Мой дед тоже был полковником. Он поляк сто процентов. Главнокомандующий латвийским воздушным флотом, полковник Арвет Иванович Шкальков, Курбе, друг моего отца, латыш, царский полковник Валерий Гарт еще. Интересно, он, я вот недавно, когда просматривал старые бумаги, вот такой был сюда его письмо к моей маме, он умер в Лондоне при служащем в аптеке лондонской. Выпший полковник. Рига приказная. Вы бывали в Риге? Да. Ну там все уничтожено. Я говорю, слушай, это ведь такая сволочность, новые в этой жизни. Хотя, здесь вы знаете местного консула? Нет. Это красавица. Абсолютная красавица. Молоденькая такая, ей 25-26 лет. А вице-консул баловались, русский, конечно. Ну, в этой жизни. Но, конечно, не ходить, понимаешь, по Александровской улице, в которой было признана Сталина, проспект Сталина, Адольф-Хитлер-штрассе. Мы жили на церковной улице. Мне тошно только слышишь, и говорит, базница съела какая-то там чашка. Сигульда. Ропа же наше имение. Роден пояс. Пойти смотреть, что в моих домах живет всяческая сволочь. Краденые дома. Хотя я сейчас с латышами воюю, потому что я требую возвращения моего имущества. А они мне ставят казус, а я должен отказаться от поднятства. То есть я должен немецкого поднятства. А я латышское поднятство имею. Они меня убрать не могут, но они мне его не... Мне делают кондицию. А если я возьму латышское поднятство, хорошо, могу туда поехать. Тогда я не могу жить здесь. Мне визы нужны. А я русский. У меня там латыши там... Черт возьми. Так я этой консулике здесь сказал, что нет. Оказывается, двойное поднятство было возможно. Два года тому назад они отменили это. Публиковали в их официальной государственной газете. Два года имели время решиться. А я даже не знал, кто читает эту большевую газету, когда еще более живет за границей. Правда? Я даже жил с посломом латышским. Не знаю, как его звали. Забыл уже, да. Но, понимаете, я никогда не отказался от моего латышского поднятства. Во всю войну, даже в фашистской Италии, а Латвия стала Советской Республикой. Я жил там, меня никто не трогал. Но я отказался, не отказался от латышского поднятства. После войны я не принял ни одного другого поднятства. Я разъезжал по всему миру с латышским паспортом. А Латвия даже не существовала. Даже не существовала. Я путешествовал там по Южной Африке. Очень трудно было путешествовать, но это путешествует. А теперь президентика Латвии, латышка, который в канадскую себе взял поднятства, и теперь снова отказался и стал этим. Я сказал, это все подел в суд. Потому что я потребую тогда от нее то же самое. А она не отказалась? Ну? Она не отказалась от канадского? Нет, от канадского она отказалась. Да, отказалась. Но я конечно потребую, потому что она меняла поднятства. Значит, там где выгодно, там она поднят. А я сделал. Мне совсем не легко было. Я жил в Америке, но я не хотел стать американским полкомом. Ну? Мерская страна. Да. Мы попали в плохой момент, я ничего не могу предложить. Да ну что вы, это ничего страшного. А вы говорили, что вот у вас, что вы не успели приготовить какие-то бумаги, вы хотели, может быть, вот... Вот латыш, да, мне там вот этот орган, который я поставил. Интересно посмотреть? Да, это интересно было. Может быть... Даже фотография есть? Может быть, в другой раз, когда вы будете разбирать эту бумагу, знаете, что вы посмотрите? Я бы хотел его снова поставить. Но дело в том, что рисунков у меня нет. Вся эта электроника. Этот немецкий инженер мне это сегодня писал. Так что я фактически только... Что я делал? Я связывал две проволочки и их спаивал. А это что-то невероятное, правда? Вот такая груда всячески металла, и выходит инструмент. Да. 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 Да.